Наконец-то пара волнений и переживаний осталась позади. Вступительная кампания завершилась. Для Брестского государственного технического университета она получилась напряженной, однако без особых проблем. Всего на первый курс в 2017-м зачислено порядка полутора тысяч молодых людей. Вуз готовит кадры для промышленности и строительства, а потому проблем с набором здесь, как правило, не бывает. Подготовленные в университете специалисты востребованы на рынке труда. В этом году в лидерах по конкурсу специальности, связанные с развитием IT-технологий. Причем в тренде, как бюджетная, так и платная форма получения высшего образования. При приеме на платную форму обучения в нашем университете мы ожидали, что будет пользоваться спросом факультет электронно-информационных систем. Значит, там специальности профиля IT, и на бюджетную форму там достаточно большие были конкурсы. Эти ожидания оправдались. На этот факультет у нас по всем специальностям есть конкурс, и самым большим спросом пользовалась у абитуриентов специальность, та же специальность, которая и на бюджетной форме, это программное обеспечение информационных технологий. А вот в Брестском государственном университете имени Пушкина в этом году в тройку лидеров вошли такие специальности, как психология, современные иностранные языки со специализацией компьютерная лингвистика и биоэкология. Всего за счет средств бюджета и на платной основе в ВУЗ было зачислено 1216 студентов дневной и заочной форм получения высшего образования. В целом конкурс по университету как по дневной, так и по заочной формам получения образования составил более двух человек на одно место. Самый высокий конкурс, это 6,2 заявлений на одно место, составил по специальности психология. Также высокие конкурсы сложились по специальностям факультета иностранных языков, например, на специальности современные иностранные языки, немецкий, английский, со специализацией компьютерная лингвистика, конкурс оставил 4,9 человек на место. Один из вопросов, который сегодня волнует скорее родителей первокурсников, нежели новоиспеченных студентов, это оплата за обучение. Суммы эти уже известны. Их родители первокурсников могут узнать на официальных сайтах ВУЗов.